Думаю, предложение придерживаться трезвых взглядов, в том числе на будущее, поддержит и наш уважаемый гость. В студии Информбюро сегодня известный участник международной битвы экстрасенсов, ясновидящий Заман Цепатаев. Добрый вечер, Заман. Спасибо, что пришли к нам в студию, нашли время. И у нас к вам вот такой первый вопрос. Вы знаете, что сейчас происходит в Карагандинской области? На трассе Алматы и Екатеринбург застряли десятки и сотни людей. Как вы считаете, как вы думаете, встретят ли они Новый год дома? Пусть для них это будет, наверное, самым сложным испытанием, которое возможно будет в следующем году. Но дай бог, что большое количество людей, конечно же, доберутся. Но человек может быть 20, возможно, немного опоздает на это мероприятие. Уходящий год был для нас, для всех, непростым. С наших уст не исходили слова девальвации, кризис. Что будет с Тенге в 2016 году? Ситуация немного будет продолжаться до середины и конца весны. Весна будет решающей, потому что будут приняты какие-то очень правильные меры правительством для того, чтобы стабилизировать курс Тенге. Нефть продажа ее – один из основных источников госбюджета. Что будет с ценами на нефть? Цены на нефть, они немного продолжат свои падения еще вот январь, февраль. Но затем оно немного будет повышаться постепенно. И я думаю, что к концу весны оно будет немного, то есть достаточно хорошего уровня, чтобы немного держаться на плаву. Кризис предрекают на 3-5 лет, годы особой нестабильности. Это, вот как по-вашему, действительно займет такой промежуток времени, в принципе, немалый? Именно 2016-2017 год будет очень сложно для казахстанцев. А что вы имеете в виду, говоря о том, что 2017 год будет еще сложнее, страшнее или, я не знаю, что вы имеете в виду? Я вижу очень большие перемены на уровне правящей элиты, то есть будет предраспределение власти, это будут, наверное, предприняты меры, чтобы обезопасить некую страховку, возможно. То есть будет очень много перемен. Мы знаем, что вы консультируете политиков, чиновников высокого ранга. Когда вы их консультируете, замечаете ли вы в их глазах смятение? Может быть, страх за будущее страны? Или вы консультируете их только по личным вопросам? По личным вопросам, но и работа, но и их сфера деятельности, конечно же, задевается в моменте консультации, конечно. Смятение есть, и есть некое беспокойство за будущее, за будущее их, так скажем, сферы деятельности, за будущее страны. То есть не хватает нашим чиновникам, скорее, некой сплоченности, просто каждый немного тянет на себя это одеяло. То есть некое, вот, и нужна некая общая идея, в которую они могли бы вложить свой потенциал, свою энергию, свои знания, то есть для развития общего. В конце прошлого года вы предсказали нам масштабное наводнение. Вот алматинцы, в частности, волнуют вопрос о землетрясении. Таких разрушительных землетрясений и катаклизмов не вижу, но есть, опять же, опасность снова наводнения и вопросов с водой. И как раз вторая половина года, то есть она будет тоже какая-то, вот, техногенные катастрофы могут быть, пожароопасный период будет. Скажите, пожалуйста, что вот ожидает Казахстан на международной арене, вот, отношение Запада, роль Казахстана? К сожалению, будет, в следующем году будет снова открываться вопрос терроризма, вот, и поэтому нужно будет очень, очень, очень этот вопрос активно держать, то есть во внимании. И в тот же момент и в Казахстане будет опасность терроризма, к сожалению. Вот вы справляетесь самыми разными заданиями, знаем, что на битве экстрасенсов вы творили чудеса, у нас для вас тоже есть небольшая задача, кто придет следующим гостем в студию Информбюро, вы могли бы сказать? Ну, не знаю, это что-то связано, то есть не вижу, что этот человек поет, либо что-то делает, но это определенно, то есть это работа с большим количеством людей, и почему-то вижу ощущение, что вот, то есть, вижу и человека, и что-то вот рядом. Заман, так это или нет, мы увидим немного позднее, а сейчас позвольте мне вас поблагодарить за то, что нашли время и пришли к нам в студию, и вам удачи в 2016 году. Спасибо большое, также с наступающим, поздравляю казахстанцев, с Новым годом. Спасибо большое.